Добрый вечер! Это очередной выпуск программы Агитблог по живому. Мы продолжаем наполнять портретную галерею представителей левого движения в России. И сегодня наш гость историк, археолог Олег Двуреченский. Олег, добрый вечер! Наверное, отправной точкой для разговора может стать ваш ролик, который попался мне на глаза. И врезалось мне в память не то, что вы там меня упомянули, то есть наш с вами разговор это не о лаверды какой-то неблагодарности, не как в басне там разговор двух птиц, как каждая из которых стремится хвалить другую, нет. Мне показалось интересным то, что в конце своего выступления вы выразили некоторую, может быть, чуть абстрактную надежду на реанимацию, на воскрешение, на преображение левого социал-демократического, коммунистического, не знаю, какое правильное определение подобрать, движения в нашей стране. Я хотел бы спросить у вас, что заставляет вас думать так? Откуда такой оптимизм? Ну, хороший вопрос, потому что еще были после этого ролики, в которых как бы я раскрывал свое это видение. Но если сказать просто, то наблюдая за второй половиной 19 века подробно, как разворачивалось то самое преддверие Великой Октябрьской революции, я для себя выявил некоторые закономерности. Эти закономерности мне удалось наблюдать за событиями перед другими революциями. О каких говорю я закономерностях? Ну, прежде всего, это рождение среди некой монополии, некого мнения, ну, православия, самодержавия, народность. У нас это сейчас, пускай там мелкобуржуазное, элитарное сознание, которое говорит о неких демократических ценностях Запада, как передовое государство, или Востока, или национально-патриотических каких-то идей. Но в любом случае, в рамках вот этого поля вдруг зарождаются этико-эстетические личности, а потом целая плеяда этих личностей, которые еще далеко не коммунисты. Ну, какой там Гоголь-коммунист, да, или Достоевский. То есть, в этой серии декабристы разбудили Герцена. Декабристы — это, да, можно так сказать, но декабристы — это все-таки правда, как далеки они от народа. Это абсолютно так. А вот меня больше интересуют те самые проявления общественного сознания, которые выливаются в некоторых авторах, личностях, которые задают тренд абсолютно перпендикулярной той линии, которая сложилась, ну, как казалось, у власть придержащих, и которая, казалось бы, неизменно. И вдруг появляются произведения. Эти произведения становятся знаковыми, они волнуют, они задевают. И я повторюсь, это не коммунисты, но посыл у них — вектор тот самый, который потом, как скажет Ленин, Толстой — зеркало русской революции. Вот таких зеркал было очень много. Ну, действительно, русская классика. Кто-то там говорит о том, что надо церковные приходские школы открывать. А вот, по большому счету, вся этика и эстетика современности и Советского Союза, она, по большому счету, сформирована вот той самой русской классикой. И интересна эта классика именно тем, что она задавала вопросы, она вскрывала честно болезненные моменты. Посмотрите на современное телевидение, посмотрите на современное кино. Основные болезненные вопросы, что волнует каждого из нас, зачастую не отражаются. Это вот такая вот гегемония информационная, и получается такая вата. Вата в ушах у основного населения. Ну, тогда тоже такая была вата. Только в литературе. В литературе. Это развлекательные романы. Это, в конце концов, проповеди батюшек в церквях. Это традиционное патриархальное общество домостроевское. Любое сословие возьмите, и вы эту вату увидите. Сейчас другие технологии, другие способы донесения информации, пропаганды. Но это не важно. Важно, что, казалось бы, ничего. Ну, подумаешь, там Державин чего-то там понаписал Сломоносовым. Ну, развлекуха, по большому счету. Да, Пушкин, но тут, как говорится, 50 на 50. Да, там вот начинают какие-то критики что-то писать, и тут вдруг бах, начинается вот это. Если мы присмотримся к постсоветскому пространству, то были периоды, особенно нулевые, когда казалось, что все закончилось. Вроде бы и не появляются те самые акторы художественные, художники, мыслители, теоретики, которые не просто говорят и пишут в стол, а которые начинают, словно резонаторы, они выступают таким вот, что начинает быть созвучным. Если вы вспомните нулевой, где-то пятый, седьмой, то есть двухтысячный, 2005, 2006, уже нет газеты «Лимонка». При всем моем негативном или позитивном отношении, уже газета «Завтра» перестала быть газетой духовного сопротивления, она уже газета государства российского. Уже советская Россия как... А что такое был 93-й год? Это были эти газеты. Это был «Дуэль», это было «Завтра», это был «Лимонка». Мы не соглашались с тем или другим взглядом, но еще вот эта вот рефлексия развала Советского Союза или разрушение, что конкретнее будет, она продолжалась. А потом тишина. Вот правда, вот это вата. Вата в ушах, и казалось, вот сейчас... Это могильная тишина. Абсолютно могильная тишина. Кто-то что-то писал, но резонирующих таких объектов не возникало. И если вы присмотритесь к событиям, ну, скажем так, последних семи лет, то вы увидите, что появляются очень влиятельные структуры информационные, которые задают некие тренды. И они появляются, как это ни странно, вопреки даже партийным коммунистическим структурам. Они рождаются сами. Ну, что уж тут говорить. Знаем и догадываемся мы о том, кто там может финансировать проект Гоблина. Догадываемся, что не так просто все это происходит. И позиция. Но он является для огромного количества людей таким ресурсом. Абсолютно. Мы спросим автора проекта. Я надеюсь, будет возможность увидеть его на вашем месте. Что же там за ним стоит, и какие мотивы. И векторы в его голове. Но я готов подписаться по тем, что вы говорите. Потому что очень многие люди, которых прибивает волной интернетовской к нашим берегам, и даже не к нашим берегам, мы знаем, что свой путь, свою эволюцию во взглядах своих, в развитии этих взглядов, они начинают именно от этого ресурса. Можно сколько угодно клемить буржуазным, возмущаться обилием рекламы, игр, кухонных принадлежностей. Это не важно. Первым толчком к тому, чтобы взять книжку и перейти от одной книжки к другой, послужил именно этот портал. Я к этому ролику, кстати, просили, а перечислите тогда в Ютубе. И как бы у меня ни зашли руки все это сказать. Но важно увидеть преемственность. Вот те самые газеты, о которых я сказал. Потом «Тишина». Это не значит, что вообще была тишина. Что-то было, но оно было абсолютно не резонанс. И вот теперь другая тенденция. Я историк. Я рассуждаю, я смотрю на тенденции. Очень часто люди не замечают этих тенденций, потому что они живут сиюминутно. Они думают, что они сейчас... Ну, такой способ пошления у человека. Мне, как историку, исследователю, марксисту, интересно наблюдать за историческими процессами, исходя из основных закономерностей. И вот, смотрите, дальше. У нас, кроме этого портала, если вы посмотрите на радио «Говорит Москва», где вдруг ни с того ни с сего начинают приглашаться авторы, которые начинают рассмотреть назад. Да, они разбирают Сталина, они разбирают... Но для многих важно было развязать эти узлы, личные узлы несогласия с кровожадным советским режимом, который им навязывался все время, и тут ему открывают глаза. То есть вы думаете, что вот эти пузыри, возникающие на поверхности, они являются отражением глубинных процессов, происходящих в обществе? Да, абсолютно. Вот всем известный Вассерман как-то сказал такую вещь. «Вы знаете, как я стал социалистом и коммунистом?» Для меня это очень показательное высказывание, потому что это был фактически спусковой крючок. Я не считаю его коммунистом, но социалистом возможно. Но что он сказал? Я прочел исторические работы Исаева о начале Великой Отечественной войны, в которых было показано то, что Суворов, тот самый Суворов, Ледокол и прочее, Резун, он не прав. Понимаете, для человека более-менее думающего надо было где-то что-то в своем сознании и в душе развязать. И он это развязал. А дальше пошел поток. Именно такой алгоритм у огромного количества людей, интернет-сидельцев, читающих, думающих, болеющих, именно этот алгоритм срабатывает. Но именно этот алгоритм приводил в революцию народников, когда они читали, что делать, когда они читали письма Добролюбова. Один и тот же алгоритм. Вы спросили о каких надеждах? Для меня это сейчас надежда. А вам возразят, что, может быть, это никакие не пузыри, а специально приделываемые буржуазии краны для стравливания накапливающегося пара. Изумительный довод. И я его всегда слышал. Ну вот мы, например, тоже кран. Ну не суть важный. Я просто... Тогда им придется... Я потом вернусь к перечислению этих ресурсов. Мне кажется, вот этот союз этих ресурсов должен существовать. То есть эти ресурсы должны посмотреть друг на друга и сказать, да, мы не лицом к лицу, а спина к спине. Вот этот период, когда это случится, это будет качественный переход в другую историческую реалию для общественного сознания России. Так все-таки нельзя, получается, этим процессом управлять и манипулировать, допускать добролюбовых, допускать герценов в ограниченных количествах. Я отвечу. Дело в том, что даже если это и делается на каких-то уровнях, те, кто это делают... То есть, допустим, какой-то из ресурсов делается так. Я не знаю, какой, но допустим, какой-то ресурс делается так. Но те сигналы, которые он подает, они такой обратной волной возвращаются, что те, кто это задумал, он пугается. Так было с Донбассом на моих глазах. Так было с организацией «Сутью времени», когда запустили одно, получили другое, но отклик пошел такой на инициативу Кургиняна, что сам Кургинян, с моей точки зрения, просто напугался, потому что вот эта самоорганизация низовых структур, которые потом он начал обрезать и разгонять, именно она показатель того, что общество беременно, у него есть запрос на это. То есть, грубо говоря, бросаются дрожжи, а тесто начинает переть с такой силой, что его уже невозможно сдержать крышкой. Именно это рождает мой оптимизм, что мы это видим. Ведь должно же было удивлять людей, что они со Сванидзе ругаются, обсуждают, 90% у него, а 10% у того. Ну, накрутили, хорошо, власть накрутила, власть подыгрывает, пускай, пускай, но волна, те дрожжи, то тесто, которое начало сходить, оно напугало. И, конечно, Донбасс напугал, он очень страшно напугал. Но я вернусь дальше. Ресурс «Красное ТВ», самостийный низовой ресурс, неизвестный такси, ну, там 35 тысяч всего подписчиков, когда-то было больше, это неважно. Ваш проект. И начнем перечислять старые коммунистические сайты, в которых, да, теплится жизнь, много формализма, но, тем не менее, что-то-то там происходит. Конечно, их нельзя сравнить. Оно и в нулевые происходило. Сравнить с тем влиянием, которое у нас на сегодняшний день есть. Но эта тенденция четкая, она является эмпирическим обобщением, как говорят биологи. И здесь я тоже должен был вроде бы с вами спорить, чтобы интереснее было смотреть, но я, наверное, соглашусь, потому что даже вокруг того самого проекта, который вы упомянули, нашего, да, без нашего участия формируются, группируются какие-то вот, кристаллизуются, нельзя назвать это решеткой кристаллической еще, но узлы какие-то формируются, без нашего участия. И я вижу блогера 20, 19, 18-летнего, который мы знать не знаем, откуда он взялся, но он поставил перед собой камеру, и он начинает пытаться, разобравшись, транслировать то, в чем он разобрался, на внешней аудитории. Здесь по факту он приобщается, задним числом записывается в эту разрозненную, пока еще пропагандистскую, агитационную, может быть, армию, не очень уместное слово, но армию. Вот, и да, мы это видим, но, может быть, это все случайный выхлоп, потому что вот вы говорите о движении, но не является ли истинной причиной этого движения, не то, что народное сознание оплодотворено какими-то там публицистами, критиками, талантливыми блогерами или кем-то еще, а тем, что люди все чаще и все острее осознают разницу между тем, что когда-то было, и тем, во что они погружаются. И вот эта вот жестокая уже касающаяся каждого сегодняшняя действительность, угрожающая каждому, если вчера еще сохранялись какие-то страховочные тросы и ремни от Советского Союза, на которых можно было болтаться и в здравоохранении, и в образовании, и в обороне, и в науке, еще можно было делать вид, что так продолжаться еще вот 10-15 лет может. Сейчас уже нельзя, потому что за этой чертой наступает физическая смерть, вырождение. И, наверное, этот запрос на советские фильмы, советскую эстетику, советское мороженое, я не знаю, все, чем торгуют сегодняшние наши буржуазии, ведь она, по сути дела, от медиа до ширпотреба торгует советской эстетикой. Так вот, запрос на эту советскую эстетику объясняется именно глубиной нашего падения. Дело в том, что русские крестьяне прекрасно понимали свое состояние. И когда было нашествие Наполеона, они подскудно думали, что Александр даст волю. Думали они об этом и во времена Екатерины. Человек всегда осознает более или менее свое состояние. И это объективные условия развития тех сопротивленческих мотивов, которые в нем живут. Поэтому они бежгли периодически, с определенной периодичностью усадьбы. Но пока в надстройке, это очень важная вещь, когда мы говорим о базисном восприятии, конечно, за последние 7-8 лет люди окончательно развеяли для себя все мифы. И миф демократии 90-х, и миф стабильности и твердой руки нулевых и последних. Но не это важно. Важно, что... И до этого люди говорили, но они не находили этот отклик. Сейчас совпало. Это та самая диалектическая составляющая, когда совпал запрос, и совпали те люди, которые теперь оказываются вдруг ни с того ни с сего интересны. Интересны огромному количеству людей. И это то самое объективное, совпадающее с надстроечным. Но это еще очень далеко до того уровня, когда народники пойдут в народ. Это только первые шаги. Это еще появятся кружки. Кружки, в которых начнут рассуждать, переосмысливать советский опыт. Но только не смотря головой назад, переосмысливать марксизм, исходя из того, как изменились условия для того, чтобы понять, как изменяется язык того самой политэкономии или эстмата на сегодняшний день. Потому что говорить на языке конца 19-го, начала 20-го века, описывая сегодняшнюю реальность, просто нельзя. Ну нет никакого другого. Этот язык... И нет ни одного маломальски пригодного Ленина, к сожалению. Который мог бы помочь с этим. Правильно. Скамейка теоретиков пуста вообще. Ну нет. Скамейка теоретиков не пускает. Весь вопрос в том, что наши теоретики настолько сидят еще на стульях конца Советского Союза и перестроечных, что либо появится в ближайшее время новый, либо тем придется, задрав штаны, бежать за современностью. И это уже вызов времени совсем другой. Как я уже говорил, должен наступить второй этап. В рамках нашей парадигмы марксистской, условно говоря, должно появиться такое описание нашего общества, которое будет наиболее адекватно и полезно тем же самым буржуям, простому человеку и тем же самым будущим большевикам. Потому как, пока вы не получите эту адекватную, верифицируемую, научную картину происходящего в нашей стране, вы не сможете идти дальше. Я уверен, что сейчас люди, которые снизу что-то комментируют или будут комментировать, они, как уже много раз бывало, скажут, сидит какой-то мужик, учит нас жизни, опять за книжкой, опять теория, у нас тут реально вот сейчас, вот сейчас, вот надо сейчас что-то делать. Что-то нам все мозги будут, я постоянно с этим сталкиваюсь. Какая теория? Сколько можно болтать? Дело в том, что когда мы начнем что-то или кто-то начнет что-то делать, ему надо понимать, кто тот класс, на который он опирается. Все вообще, это, извините меня, будет Майдан, именно в плохом, в плохой форме Майдан. Все вообще никуда дальше, чем 90-е, не пойдут. Это очевидно. Ну, нужен какой-то класс, на который опираться, потому что иначе вы получите размазанную кашу очень тонким слоем, абсолютно не структурированную, не способную рождать из себя вот тот самый пассионарный взрыв. Дай бог, чтобы не кровавую кашу еще. Ну, как правило, такую. Как правило, такую. А вот возразит вам, я думаю, наш телезритель Сергей Удальцов, мы, по крайней мере, имели возможность разговаривать с ним, такой аргумент из его уст услышать, что вот пока вы все-таки рассуждаете, народ деградировал уже настолько, что он читать и писать не умеет. Это не так. Часто. А вы тут со своим этим марксизмом... Сергей ошибается. Количество запросов и достаточно просто провести статистическое исследование. Я его провел по запросам в интернете на социалистические, коммунистические и социологические темы. Если вы проведете этот запрос, вы увидите, что, ну, конечно, это еще с какой-нибудь порнографией и с обычными шутками девочек, которые занимаются распаковкой, еще не сравнить, но уже довольно сильнее, чем обзоры каких-нибудь автомобилей. Уже сильно больше. В Рунете? В Рунете, да. А вот хочется просто понять. Вот мы наблюдаем это явление в ограниченных национальных каких-то пределах. То есть у нас есть резервуар советскости, который пробит уже всеми страданиями и переживаниями последних лет. Это последняя порция советской энергии освобождается и, значит, наше болото начало вибрировать. Или это все-таки часть какой-то глобальной тенденции, глобальные противоречия вызывают интерес людей к тому, что, казалось бы, вчера еще было списано на свалку истории и объявлена устаревшая теория. Хотелось бы верить, что это глобальный процесс. В Украине нет вроде такого или есть? Ну, конечно, на Украине сейчас нет, потому что это типичная реакция. Но подспудно идут те же самые процессы, что происходили в нулевых годах у нас. Они идут. И достаточно видеть по тем, кто перебегает на нашу территорию и тем, кто приезжает сюда работать. Достаточно просто с ними поговорить. Отрезвление еще до конца не пришло, но оно идет семимильными шагами. Теперь, что касается Западной Европы и латиноамериканских стран и прочего окружения. Должен сказать, что я не владею этой информацией. Я все-таки человек науки. И если я ничего-то до конца не знаю, я не знаю. Хотя общение с широкими академическими кругами позволяет мне говорить, что как были они все в основном левые, так и не остались. Но какие левые? Тут вопрос совсем другой. Так же, как мы можем задать, какие левые у нас сейчас. Это две большие разницы между тем, что сегодня у нас являются титульными коммунистическими партиями, и тем, что реально происходит, когда образуются те самые узелки и народные инициативы. Это два разных процесса. И соединить их, извините, вот КПРФ с Грудининым сейчас получится. Да, получится. А вот другим коммунистическим партиям, более ортодоксальным, марксистским, не получается. И надо ответить себе на вопрос почему. А почему там получается? Ну, потому что разыграно хорошо это или плохо, я сейчас не буду говорить. Я о Грудинине высказался, достаточно. Да, и давайте не будем, а то невозможно будет читать комментарии. Пропустим эту тему. Бог с ними, с выборами. Каждый раз, когда касаешься этого нерва, обязательно получаешь... Но вы должны радоваться, что действительно низовая инициатива там хорошая или плохая, но она условно говоря, национал-патриотическая, народно-патриотическая, лево-патриотическая, началась так же, как во времена сути времени. Я это вижу хотя бы по тому количеству ботов, которые накидываются... жеребца все равно рано или поздно удержать в узде не удастся. Никогда. Ну, а если все-таки использовать в качестве примера лабораторного Украину и Донбасс, вы говорите, просыпается сознание. И я, кстати говоря, часто слышу, что да, мы даже там приходили фотографии, какие-то люди отчаянные умудрялись в киевском метро размещать агитацию с пропагандой. Уж я не знаю, на что они надеялись, но надо отдать дань уважения этим ребятам. Тем не менее, вам не кажется, что пока мы рассуждаем о пузырях, о вибрациях и прочие подбираем эпитеты, время на исторических часах несется быстрее, чем мы можем себе представить. И все вот эти надежды, все эти ростки, они не созреют, потому что их скосит какая-нибудь кровавая коса в очередной раз. Как сказано в одном произведении, придут печенеги, не придут, а ты паши до сей. Мы не знаем, сколько точно времени. Нас каждый день приносят фронтовые сводки. Эсхатологические рассуждения были всегда. Это не вообще рассуждения, это вот только что Сирия, только что на Украине вновь вызревает этот... Я вам расскажу одну историю. Никогда не рассказывал. Никому практически, кроме самых близких. Вызвали в рамках одного подразделения, не буду называть какое подразделение, был нанесен со стороны укропов украинских вооруженных сил, ну, укропы, они и есть, укропы, был нанесен удар градом по нашей позиции. Отбросили несколько политработников на обследование этой территории, чтобы понять, какие потери у нас. Когда приехали, увидели, что ракетные системы, то есть сами вот эти снаряды, ракеты, они не разорвались, они стояли в земле, воткнутые, и сняты были колпачки, а на них было написано, чем могли, тем помогли. Это к вопросу. Есть ли там трезвые люди? Их много, и даже в вооруженных силах Украины. Стандартный логический ход здесь, где были трезвые люди в 41-м, из числа осознательных немецких пролетариев. Так же будет и сейчас. Ну, на самом-то деле как-то все-таки ГДР поднялась, оказывается, не все было так плохо. Но Советский Союз для этого был Советским Союзом. И Советский Союз, и те самые немцы, и та самая штази, и те самые люди, которые сидели в концлагерях. Дело в том, что иногда наступает чума общественного сознания. Так бывает. Это бывает во времена реакции. Вспомните 14-й год, когда громили немецкие лавки, и Ленин оказался в такой изоляции, что даже страшно подумать. Там вся большевистская партия порой заключала, что он, его жена, его сестра и еще пару человек. А вы сами не ожидаете, что тоже в подобных обстоятельствах окажетесь кайказеровским агентом? А, ну, это пускай. Ну, и я к тому, что дыхание чумы здесь вы не ощущаете? Скажем так, я как раз таки ощущаю, что вот началась волна, та самая низовая, и они ее боятся. Наши ее боятся. И еще скажу, что когда ты видишь настоящую революцию, как на Донбассе, когда ты ощущаешь, когда в короткий промежуток времени эти самые шахтеры, пока им не начали мешать, мешать та самая, прежде всего, наша буржуазия, и загонять это под каток, уничтожать всех лидеров, и уничтожать всех более-менее мыслящих, рассаживать наиболее коррупционных, наиболее гадких и мерзких, когда подразделения просто разлагались, когда те, кто более-менее представлял что-то, не получал никакие магазины, закрывались были комплекты и так далее. Но когда ты туда попадал, первое же ощущение, которое о Донбассе я для себя вынес, это ощущение народной свободы. Когда нет больше ментов, нет больше гаишников, а порядок какой-никакой есть. И входит в автобус человек проверять документы. У него лицо даже спитое, видно, пивал он в свое время, а вот он в форме. Он заходит, уважаемые товарищи, не беспокойтесь, это проверка документов. Мы же для вас стараемся. Это не та же свобода, которая по ту сторону. Нет. Я на самом деле спрашиваю, зная ответ, я тоже, хоть и коротко, но успел посмотреть на это. Я помню рассуждения ополченцев, я помню то, с какой, я был в Луганске, с какой надеждой они говорили о том, как должна быть устроена власть, как наконец все эти сбежавшие олигархи оставят им шахты и предприятия, и как они начнут наконец планировать производство, здесь возобновят, И все это было. И все это было. И все это было. И все это оказалось преданно и уничтожено. Это самая большая боль, которую я вынес в свою жизнь. Это очень тяжело. И когда понимаешь, что в данный момент свои были опаснее чужих. Свои были опаснее чужих. Это сильное признание. Свои не ополченцы, разумеется. Не классово свои. Классово чужие. Да. Потому что свои чужие и те чужие это одни и те же. То бишь вы изменили свою точку зрения. Ну может быть марксист-теоретик, засевший в лабораториях, сказал бы вам, вы ошибались с самого начала. В масштабах одной небольшой республики не может появиться Куба, если мы понимаем, что помощь из Москвы не придет. Этот опыт оплодотворил миллионы людей, которые почувствовали, увидели, ощутили это. И под этим вы имеете в виду и предательство тоже. Да. и этот опыт уже при всем старании они с ним ничего сделать не смогут. И это опыт и технический, и практический. вот это сладкое слово свобода. Свобода пролетарская. Да, она была мелкобуржуазная, но все равно она была пролетарская. Когда предприниматель, шахтер и лавочник умели договариваться. Я как-то тогда сказал, что самый последний белогвардеец-казак тогда был более коммунист, чем многие наши штатные коммунисты. По идеям, по словам. Я вам скажу три основные идеи, которые объединили всех. Антифашизм, народовласти и антиолигархизм. Эти три идеи были становым хребтом Донбасса. Не то, что там пытаются сейчас выдать за какие-то там герои, свечки, иконы. Все это было. В Донецке каждое четвертое ополчение с красной звездой. И это было. Но эти три идеи были главными. И именно на базе них с Алексеем Борисовичем мы тогда сделали политотдел. И это низкий поклон ему за понимание. Ну в мозговом это понятно. Может никто-то уже не помнит. Так быстро все разворачивается. А насчет оптимизма скажу следующее. Уже рождается новый этап. Этот этап я чувствую и вижу по фактам. Потому что в частности в вашей передаче сейчас, когда вдруг ни с того ни с сего появляются люди, которые говорят теперь уже впрямую на те темы, о которых приходилось говорить завуалированно. Не потому что они боялись, а потому что те, кто их спрашивали, не хотели получить те ответы, которые они могли сказать. Я имею в виду даже для ютуба. Да, красное тв, да, какие-то канальчики там небольшие, но так вот сильно как пошло сейчас, это задевает уже сотни тысяч человек. А там все остыло на Донбассе. Во-первых. Во-вторых, вы говорите, что задевает, но еще раз, когда и с той стороны, и с другой стороны начинают чувствовать, что дрожит земля, то самый простой способ это открыть шлюзы и все это похоронить в очередном братоубийстве. Как действовать в таком случае? Никто никогда не спрашивал тех людей, кто жил в Волчевске, кто жил в Стаханове. Мы всегда видим ополченцев. вот да, плачущих людей мы видели, когда что-то куда-то попадало, ну для страшной картинки, да, а вот как жили те люди в самые первые месяцы, как менялось их мнение, как они разочаровывались, как опускались руки, этого мы, конечно, не увидим, ни с украинской стороны, потому что им никто толком не скажет, ни с нашей, потому что это невыгодно, потому что это и была цель некоторых персонажей из администрации, с которыми лично я сталкивался, это была их цель для того, чтобы создать кровавую рану, в которой можно было бы утилизировать всех, всех, и утилизировать, и для того, чтобы отвлекать, в том числе и от Крыма, это разменная монета, но, извините, мы тоже когда-то проиграли в революции пятого года, и мы когда-то проиграли в девяносто третьем году. Вы считаете Донбасс некой аналогией? Это не, конечно, не революция в том смысле, как мы хотели бы думать, это не тот масштаб, не тот культурный уровень, нет еще очень много чего нет, но, если угодно, это большое количество Котовских, которые еще не встретились с большевиками, но они еще не знают, что они Котовские, еще не знают, что они, они уже догадываются, они все собрались вместе и начали что-то вместе делать, это даже покруче будет, это вот так выглядит на самом деле, и они очень разные, и они очень неровные, и они очень местами даже страшные, а местами как герои святые, но они такие были, и эта реальность по большому счету не дает спокойствия ни тем, кто это задушил, и низкий поклон тем, кто сейчас на передке. Я почему говорю-то, что вот возникнет соблазн открыть шлюзы, потому что как только начинается большая драка, в которой уже ничтожными становятся интересы, Алчевсков, и Брянок, и Краснодонов, и маленьких любых, и даже больших населенных пунктов, а все становится очень крупным сразу, и все разменивается по большим ставкам, да, то сразу же левы, неважно, о каких левых мы говорим, упираются вот в тот проклятый вопрос, который приговорил второй интернационал, к какому примыкать отечеству, какую войну считать империалистической, а какую народно-освободительной, и как вообще быть, как себя вести. Есть такая опасность, и как себя вести? Мы можем не успеть, это реальность, надо торопиться, это тоже реальность, но если мы будем концентрироваться на мысли, что мы можем не успеть, мы точно не успеем. Есть притча о том, что когда первобытный человек, или какой-нибудь индейец, бежал и опаздывал, и понимал, что солнце закатывается, то у него был способ остановить солнце. Способ очень хороший, известный, надо было просто остановиться, отдышаться, сорвать листик, разжевать его, и солнце останавливалось, и он успевал. Надо успеть, да, но работайте, братья. Для того, чтобы работать, для того, чтобы успеть, как вы ответили бы на вопрос, что делать? Особенно это важно, потому что смотрят нас, я думаю, сейчас не только наши возрастные категории граждане, но и те, кто значительно нас моложе, и от которых, на самом деле, гораздо больше будет зависеть. Прежде чем отвечать на вопрос, что делать, надо понять, что происходит. Хочется сразу начать делать. Будет кровавый Майдан, будет смута. Нам нужна не смута, нам не нужен распад, нам нужна революция. Духа, сознание, технологий, социальных процессов. Между смутой и революцией существует очень большая разница. Я как-то уже формулировал три основных формы перехода общества из стабильного состояния к состоянию турбулентности, а потом, ну, что-то может происходить. Так вот, их три. Всегда говорят, что Россия вечная, Россия всегда была, и с ней ничего не может случиться. Может. Мы знаем массу стран, империй, культур, цивилизаций. Это распад. Медленное разложение. Вот в чем оптимизм? Я не верю больше в распад. Хотя еще 10 лет назад я его предполагал. Почему? Потому что пошли... Ну, лед потронулся. Я вижу десятки, сотни, миллионы людей, которые нервно реагируют, неважно в нашем, они так точно о нем думают, как мы, или чуть-чуть левее, или чуть-чуть правее. Но лед уже тронулся. Это первое. А вот смута, это назревающая опасность. А смута отличается от революции тем, что у вас нет программы, у вас нет четкого понимания, и нет человека, который скажет, есть такая партия. То есть все что-то делают, но никто не делает ничего осознанно. Ничего осознанно, или ничего такого, что... Да, они, может быть, даже делают осознанно, но у них нет адекватной картины мира. Это важное отличие от революции. Нужна адекватная картина, происходящая здесь. Поэтому прежде чем задавать вопрос, что делать, надо ответить на вопрос, как? Что происходит на самом деле? Я вам простой пример приведу. У нас есть масса великолепных теоретиков, которые социологов, они занимают большие должности. Они рассуждают о марксизме, они говорят о классах, они говорят о пролетариате, они о чем угодно говорят. У них у всех формулировки. Но Ленин ездил к народникам и спорил с ним, устраивал файт. Он дрался доказать, что народничество, как явление перед марксизмом в рамках социализма, не имеет будущего. И он практически все по Волжье так окучил. И он побеждал. Это были споры. У нас ситуация, когда, условно говоря, в одном городе сидят 3-4 мужа, у которых есть 5-7 организаций, за ними стоит, и они просто вещают, как священнослужители, обращаясь к священным писаниям или своим писанием. Дискуссии никакой нет. Я как-то задал вопрос очень уважаемому теоретику. Я говорю, вот вы говорите про литрят это, это, это. Скажите, в рамках одной организации скажите, а сколько численность пролетариата в России? Он говорит, 6 миллионов. А рядом с ним сидел другой такой же теоретик из этой же организации. Я говорю, вы согласны с этой формулировкой? Он говорит, да. Я говорю, а вы считаете, сколько пролетариата в России? Он говорит, 27 миллионов. Я говорю, посмотрите, ребят, у вас точно одна формулировка? Почему же раз цифры разные? Если марксизм это наука, то вы должны приходить к точным результатам, а у вас этого нет. Вы даже между собой не дискутируете, хотя слова одни и те же произносите. Это схоластика, это не наука. Я не воспринимаю марксизм как философию, я не воспринимаю марксизм как некие труды, написанные в 19 веке. Для меня это руководство действий, когда я точно понимаю, что этими инструментами я могу померить то, что происходит. Мне нужны эталоны, их надо поверять. Эталоны метро поверяют. А формулировки Маркса уже не надо поверять. Не надо их поверять к сегодняшнему дню. В конце концов, они могут в чем-то иметь эволюцию. Марксизм это философия практики, это метод, а не скрижали. Ты как быть молодым человеком, который сам еще не продвинулся в изучении этого метода, а наблюдает такой раздрай вокруг среди ученых мужей? Во-первых, способствует тому, чтобы их всех столкнуть лбами. Чтобы они наконец-таки... То есть драка необходима. Необходимо. Размежевание необходимо. Но это не размежевание, раскол, а это именно открытое противостояние мнений. Для того, чтобы мы точно увидели, кто из них более адекватен. Понимаете, партии современные коммунистичники отличаются не тем, что у них есть идеологическое зачастую различие, хотя оно есть, а тем, что это больше традиционный раскол. Внутри КПРФ можно увидеть людей, которые рассуждают так, как РКРП и Родфронт. Можно увидеть таких людей. Внутри Родфронта и РКРП можно увидеть таких оригинальных организаций, которые вполне себе подходят под КПРФ, но отличаются они не потому, что у них идеологическая разница между большевиками и меньшевиками. Зачастую. А отличаются они зачастую, потому что есть такая традиция. Хотя, конечно, идеологическая традиция тоже, отличие тоже есть. Ну, значит, приближаясь к завершению нашей беседы, юноше, решающему делать жизнь с кого, мы скажем, что? Делай его сейчас сам, как Павка Корчагин. Начинай сейчас сам. Вот я же делаю. Мне там 45 пускай, но это неважно. Когда-то мне было 25, и у меня не было ничего, кроме книг, вопросов, ответов. И, по большому счету, если ты не видишь в себе, в тебя теоретика, ну, иди, как я, напередок. Ну, не видишь это, ну, просто начинай хотя бы там элементарную деятельность сделать, как в ваших проектах. Да и потом, что мы их уговариваем? Они и так начинают, они и так уже делают. Есть, конечно, болото, и его много, и вот это периодически сталкиваешься. Ну, как же, я вот тут один такой, а вокруг меня вот люди ничего не хотят, они ничего не понимают, ни о чем не думают. Это просто комчванство. Есть такой термин. Комчванство. Вы, ребята, либо разговаривать с этими людьми не научились, либо у тебя комплексы. Учись. Возьмите сталинские фильмы о тех самых большевиках. Они очень не похожи на то, как мы привыкли их видеть в 60-е годы из фильма «Коммунист», который очень сильно... Я не люблю этот фильм «Коммунист». Очень сильно не люблю, потому что вот это вот уже охристосили большевиков. И Ленина охристосили. А вот сталинские, посмотрите, они и в нарды играют. Если он приходит пропагандировать в нарды, в бильярд, так он лучший бильярдист будет здесь. Он докажет всем вокруг, что он крутой, потому что он не только еще думает, он еще и в бильярд всех самых лучших. Человек из жизни. Абсолютно. Он плоть от плоти этой жизни. А если вы начинаете разговаривать на птичьем языке и не понимаете эту жизнь... Это ваша проблема. Надо решать эту проблему и пожелаем борьбы с самим собой, я думаю, в первую очередь, людям, которые нас смотрят, и победы в этой борьбе. Спасибо большое за то, что пришли. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok